Никогда не было своего жилья. По квартирам ходила. Биться за родные стены Елизавете Михайловне пришлось практически всю жизнь. Последние 25 лет стояла на очереди, работая на часовом заводе. С распадом предприятия рухнули и планы на жилье. Я думаю, буду биться до конца. Что будет? Признание статуса нуждающейся в улучшении жилищных условий гражданке Соловьевой удалось добиться только в прошлом году. Однако включить в реестр женщину отказались. Одного только статуса несовершеннолетней узницы для ветеранских льгот уверили недостаточно. Мне было обидно, когда я к Берникову на прием пришла, а он мне ответил. У тебя пенсии 18 тысяч. Мы не можем дать. Ты должен свои деньги покупать. Между тем, в соответствии с указом президента Российской Федерации о предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам в концлагерей, созданных фашистами в период Второй мировой войны, Эти лица имеют право на получение льгот, установленных для участников Великой Отечественной войны, в том числе и на обеспечение жильем. Поиск правды продолжился в районной прокуратуре. Как выяснилось, небезуспешно. Через пару месяцев в Советский суд поступил иск об обязании включить орловчанку в реестр. Но даже после победы в битве за справедливость ликовать не пришлось. Они мне поставили на очередь. 321-е. Это мне 40 лет, он продлил еще жизнь. 40 лет я должна еще стоять. Ждать же своего заселения в общей очереди Елизавете Михайловне оставалось разве что на улице. Об этом ее давно предупреждал хозяин квартиры. Еще 30 лет назад за бесплатный угол здесь Елизавета Михайловна согласилась взять на себя роль няни. Чтобы без обиды было, я говорю, как 16-18 лет детям, все ты, чтобы не обижалась, ничего, уходишь. Нужда заставила нарушить обещания на целых 15 лет. Согласно последним уступкам, освободить комнату женщина должна была еще полгода назад. Ну а как я ее выгоню? А не тянут резину? Вот и не знаю как. Он пусть берет подушки, матрасы и идет к этому, к Берникову, прямо в кабинет, ложится там на пороге и спит. Оббивать пороги кабинетов чиновников и правоохранителей Елизавете Михайловне пришлось более трех лет. Письма с призывом помочь отправлялись и в столицу. После начались судебные заседания. Они-то и возродили новые надежды. Четыре раза суд был. Сказали, чтобы жилье было к 7 ноября вот этого года. О том, что новоселье не удастся отметить и в этот день, пенсионерка старается не думать. В любом случае, говорит, обретенная закалка поможет выдержать процедуры исполнения всех российских законов. Ксения Туркова, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной.